Как относится к телевидению молодое поколение? Установка почти половины молодых россиян смотреть телевизор это не круто. По данным фонда общественное мнение, 46% юноши и девушек в возрасте от 14 лет и до 21 года не сидят у телевизора. Еще 38% постепенно отказываются и допускают, что вообще откажутся от ТВ в пользу других источников информации. И лишь 16% остаются верны старому доброму ящику. До 57% юноши и девушек предпочитают узнавать новости из интернета. Фото, Аркадий Колобалав, РГ. Вместе с изменением темпа и стандартов жизни, комментирует ситуацию доктор психологических наук, профессор МКПУ Владимир Кудрявцев. Идет смена форматов и способов получения информации о мире. Если в интернете можно выбирать информационные потоки и отключить рекламу, то с телевизором так не получится. Реклама прерывает и новости, и передачи в самых интересных местах. Она рвет их восприятие и внедряет клиповое мышление, а сам телевизор дает плавное течение жизни, хотя в реальности она давно динамична. Ничего удивительного нет в том, что в авангарде отказа от старых способов и опробования новых идет молодежь. Минус. Ученые объяснили, почему пожилым опасно смотреть телевизор. Однако даже эксперт оказался не готов к тому, что молодежная аудитория, во-первых, считает неэкономным тратить время на ТВ, а во-вторых, в интернете она давно рассредоточилась по сегментам и продолжает дробиться на группы по интересам. Так в ряду причин отказа от посиделок у телевизора молодые люди называли мешает учиться, зарабатывать, 16 проц, увеличивает суммы в квитанциях, 17 проц, заставляет покупать дорогие товары, 21 проц, рекламируют платные каналы, когда есть бесплатный ютуб, 34 проц, тратит в пустую время, 9 проц. Как видно из итогов опроса, важный мотив позиции молодежи экономия. Так студенты НИИ у высшей школы экономики посчитали, что если смотреть телевизор по 2 часа утром и вечером в будни и целый день в выходные дни, то плата за электроэнергию в месяц увеличится на 150-230 рублей в месяц. И это только за одно телеустройство. Если же дома 2-3 телевизора, а по статистике в 67 процентах российских домов по 2 телевизора, и один из них большую часть дня включен, просто для фона, тогда сумма в квитанции за ЖКХ вырастет на 7100 рублей в месяц. Исчерпывающий, по мнению социологов, комментарий к опросу дал один из его участников, молодой человек из Перми, за ящиком я теряю время и деньги. А когда учишься, подрабатываешь и есть хобби, то телек это рудимент. В соответствии с этой установкой большинство юноши и девушек 57 процентов чаще всего узнают новости в интернете, опираясь на помощь больших информационных порталов. При этом 52 процента их них сортируют новости через поисковики. 23 процента не всегда, но периодически получают информацию из социальных сетей, где зарегистрированы. А небольшой сегмент 14 процентов от своих френдов в сетях. Привычка зависать в сети у 42 процентов опрошенных распространяется и на то, что художественно-публицистические программы фильмы, включая документальные, ток-шоу, как правило молодежные, музыкальные и умористические и даже спортивные трансляции молодые люди предпочитают смотреть через интернет. При этом до 30 процентов в записи. Общество наука, культура, кино и ТВ, ТВ и сериалы.